Играет музыка Все-таки Рейра там, Нюк, против Энса не вели здесь со счетом 5-0, поэтому почему бы не сделать большее, да, там типа против Энс ты ведешь 5-0, а против Нави можешь уже десяточку взять, тем более что там, что там у Нипла, тоже вопрос, потому что сколько он там шел, 6 на 24, это не скажешь, что прям супер хорошая статистика, но такое бывает у любого игрока, я бы сказал так, что всем желаю приятного просмотра И, конечно же, удачи командам Смотрим Симпл, как всегда, то есть пистолетный раунд с P250 через улицу или с тиммейтами или массово сюда бы Нави заходили, но понятно, что они такой концепт пистолетки уважают и одобряют Ну и, может, все было неплохо для команды Рейратом, но один из их игроков пошел выпушивать в дым, через мейн второй тоже подставился под Электроника, ну и как раз-таки Электроник дал этот трейд Пять против троих, Нави занимают пространство на рампе, но двигаться на B дальше они пока не горят желанием Выдерживают паузу Или зайдут на B вторым темпом, заставив там Рейратом сомневаться, будет ли это выход на B, ну или, что более логично было бы, будут двигаться в сторону Аплента, Адвинт После своего контакта на будке и нахождения там фрага все-таки решил, что второй его противник будет где-то на точке, так что пошел его искать, но не нашел, как мы видели Четыре в два, так что Нави от старта и до финиша держали руку на пульсе данного раунда Так, ну еще, конечно, вопрос по чувствительности микрофона, все нормально? Может быть, мне ее выкрутить немного пониже, потому что я тут играю, значит, с этими настройками И, может быть, не всегда вам будет очень удобно и комфортно все это переживать Все, взрывается бомба, счет 1-0 Ха-ха, выключи просто микрофон, забавно Забавно Может быть, это и помогло Где Кван? К сожалению, в Киеве была объявлена воздушная тревога Я не знаю, подошла она к концу или нет, но в Киеве приняли решение в нашей студии просто отдать этот матч мне Ну, а самим разъехаться, потому что, ну, очевидно, вероятность еще двух карт достаточно высока Как быстро эта воздушная тревога подойдет к концу, сказать сложно, соответственно Решение это может быть и не худшее Берут первую паузу Рейра, там очень странно после пистолетного раунда Сложно даже представить, почему... Почему? Хотя когда-то, года два назад, Симпл приходил к нам на постматчевое интервью на мейнкасте И я ему задал такой вопрос Вот, Санек, вы после своего форса взяли тайм-аут Тем более, там, форс вы выиграли, да, но после своего форса взяли тайм-аут Зачем? И он говорит, ну, там же-то бумыч кол плохой дал Или там, забыл дать кол Вот, и поэтому мы как-то этот момент решили привести его в чувство, поэтому взяли паузу Я что имею в виду? Иногда игра, игровые моменты складываются таким образом, что... Ну, тебе просто нужно, да, привести в чувство какого-то игрока Только что ты берешь паузу нестандартным таймингом Резкий выход на пока что от нами Бреют здесь Нипла Ну, как всегда, да, его пускают просто первым Чтобы потом, в случае чего, разменяться Фраг от бита есть Точка под контролем есть Все неплохо Симпл Брейд Кейза Четыре против двоих Два ноль Нави решили сделать бумыча Через улицу Что ж Интересно, что это? Что это такое? Бумыч через улицу У вас есть какие-то идеи? Очень это интересно было бы Послушать Ну, точнее, посмотреть Послушать, а мы уже успели с вами Вот и узнаем Тут мне предлагают, значит, поработать Вместо аналитиков Но нет, я не хочу и так говорить Сложновато А что это бумыча через улицу? Накидывается один смог Третий под коннектор И что? А, ждут пуши секрет Да и вообще ждут каких-то под пушей на улицу Адвин тут Перфекта уже на рампе Взадний раунд бумыч через улицу посложнее получился Чем я себе воображал В голове Сейчас перфекта Ну, он знает, что Адвин красный Надо на нее наскакивать спокойно Вообще, его, кстати, не парит тот факт Что он находится на лестнице Что здесь будет какой-то разброс пульта Не важно, противник красный Какая точно залетит из 30? Вопроса в ноль Движутся, Райратом, по секретке Тут у нас Симпл Дефис бумыч Раз И все? А я уж собирался на 4-х считать, Симпл Ты сбил мой счет на первом фраге Как так? Бомба Энивэй стоит По да И нави Не теряют возможность немного нафармить денег Хил Перфекта Дабл Так, по Муси Вы на туре, ничего себе Я, правда, не услышал, что там было дальше Ну и, конечно, я буду замолкать для того, чтобы вы не упустили ни единого слова команды Natus Vincere Которые не говорят друг другу Ух, вдруг там будет что-то мемное или даже запретное 3-0 3-0 3-0 Авик для Кейза, как всегда Очень интересно, что он нам с ним покажет Откидываются какие-то грены Где-то там под крышей Ну и нави резко выходят, что? Да, резко выходят, на, потому что у них все-таки МАГ-10 И снова Ниппла упускают вперед Снова он, кстати, отлетает А что, тиммейты? Они его просто отправили под напрасную, казалось бы, жертву Хорошо, что Вот, кстати, хорошо Что Адвинт начал простреливать будку И Симпл по трассерам понял, куда ему нужно шить в ответ Это уже, ну, такая откровенная ошибочка А тут уже Бит подключается Со своим АИМом Кстати, сейчас еще одну интересную штуку расскажу Что-то Кван молчит вообще Кван молчит Кван! Не молчи! Джемьян! Перестреливает Бита Но теперь уже трейды плюсовые Симпл в этот момент вышел через скрип И успел, так сказать, на этот праздник жизни 3 в 2 Нави вторым темпом заходят на А Молик упирается в Симпла Тот теряет немного ХП, но живет Смотрит кейс, чтобы ему сделать Меркьюри Идет пушить дверь Там никого не видел, но видите, электрик тоже прячется грамотно Выпад Меркьюри шансов не осталось Размены нормальные 4-0 Нави живы Сообщение в чате Ой, чую, Нави могут проиграть 2-1 карту Атомы хорошо играют Видно, что готовились А за Навей страшно Почему-то я, если что, за Нави Но и за красивый КС А, понял Я пожалел немного, что про чё это сообщение Думал, там что-то поинтереснее будет Ну ладно Что ж Спасибо за мнение 4-4-0 Дуалбереты У Кейза Там 5-7 Ну, в общем, такой дефолтный 2-к раунда Трейра там Закидывают Нави стену смоков Ну, у многих команд, конечно, она Отличается Могут давать и стандартную с фейса Могут давать и Такую стенку фейса Она, по-моему, называется Типа, оставляющая вам чуть больше места А можно вообще, знаете, мейн Там Гараж Раздевалка И Такое тоже Используется Бит идёт проверять секретку Сидит кейс Он на грене Ну, я так понимаю, что он боковым зрением Должен заметить там Бита или, да, или кого-то ещё Вот Ах Но бит его Надо отметить, даже простил Мог бы и забрать С другой стороны, у Кейза не было армора Находит электроник Меркьюри на будке Того просто разрывают Пять-четыре Кейс На лестнице Винтов Ну, занимает позицию за ним Хотя на фраг без армора С долг беретами рассчитывает Но тяжко Ещё и дым залетает Короче, как-то сразу Кейза тут не пошло Важно, что осталось в живых Поджим со стороны радио Отжим Янга Спина Ниппл Снова страдает Фрагат Муси И Адвинта Бит немного запоздал Со своим сплитом Через мейн Но в целом Добротно Тринадцать Двенадцать секунд Муси Может выиграть раунд Килл раз И И килл два Эка Эка берут рейратом Наконец они проснулись Вау Кстати, вчера На Ньюке Против Энс Когда Именно Энсы Выиграли против китайцев Два караунд Фастом на А Они начали сыпаться Возможно, сейчас Начнут сыпаться И на Тус Винцеры Вот это просто Грязь и рвань Угадайте, что я сейчас Сказал Симпл Прочтите По губам Слово Которое было Извлечено Из его чертогов Разума Прямиком В область вербального Да, друзья Он сказал Хорош Хорош Муси Такой клатч выиграл Ух Молодец Мне бы такого тиммейта 4-1 Живо 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 Еще А рейратом Они сопротивляются Вита запускают на мейн Разносит адвинта Молотов был отправлен Куда-то за реакцией Так что Видите Вот эта комбина Уже клевая Если Рейратом Дают возможности Подобраться К мейну Игрокам Команды Нави Ну Сами понимаете А тут уже На минуте 0.8 Электроник доминирует Под девяткой Джим Янг В общем 4 в 3 Ну и пятый раунд Пятый раунд Для команды Натус Винцер Не Пока в целом Все стабильно Все спокойно Видно что Атака на своей карте На своем выборе Тут можно Наверное Парировать Мол Может быть Нави Пикнули Нюк Против Рейратом Потому что Считают его Настолько слабым Но думаю Рандомных Каких-то ставок Натус Винцера Бы не делали По-любому Нюк Это одна из первых Карт Которые Нави Должны были тренировать Потому что Это всегда была Их коронка Ну за исключением Там Самого новейшего Времени Ее нужно было Приводить к порядку Хотя после прихода Нипла Конечно уровень На Нюке У Натус Винцера Откровенно просел Ну а во-вторых И под Рейратом Такие знаете Структурно сложные Карты То есть Инферно такой Не является А вот Нюк это 100% Да Она намного Мне кажется Сложнее чем А что это тут у нас Это Негев Это Негев Которые купили Нави Правильно Нави купили Негев Оставили его на респе Неужели Кто-то еще Поднимет КФ500 Плюс чат Если только что Вы стали богаче На пару тысяч долларов Резкий заезд От Нипла Наконец ему удается Распечатать точку И сделать стартовый минус Четыре в четыре Бит за винтом Бомба ставится Денег в следующем раунде Рейратом может и не хватить Нужно серьезно подумать Нужен ли им этот ретейк Симпл Брейджем Янга на улице И теперь уже выбора не остается Если игроки Нави не начнут Кормить Рейратом сами То сейв Это оптимальное И возможно даже единственно Правильное Решение Это на Негев Как на Негев А что это На М249 вроде не похоже было Сообщение забавное Чать А где вы видели ставки на пулемет Где же мы видели ставки на пулемет Давайте попробуем вспомнить Ну наверное сейчас Уже сколько Уже много времени прошло Что типа Наверное больше года Да Да уже больше года прошло Не многие помнят про КФ500 Но такой мем Все таки Был Хотя пишут что это было М249 Олика на старте раунда Была потрачена 6к Ну ладно Наша студия аналитики Разберется с этим Где-то В будущем 6-1 Ну и гранаты потрачены Нави Они сейчас подходят к мейну Поняли что эту точку вполне можно обузить Ну типа почему нет Он ниппл падает от адвента Нужно чекнуть фейк вент Но восьмерка не проверяется Это шанс для Джимьянга И для Муси Он все это время сидел и жил за фейк винтом Так что честь ему и хвала Все таки извлек вместе с Меркери Возможность выйти в плюс Элик снова на минуте 10 уже Под девяткой Сегодня примерно такими же сценариями Работал Чоппер Ну и вообще команда Spirit Они достаточно быстро занимали спейс Под Хевеном А вот Муси уже не своевременно Значит открывает дверь короткого Симпл Это направление фокусил Меркери один Он просто бегает по точке ждет Вау Ну это Симпл конечно бегал ждал Меркери открывает двери короткого Но Два хедшота против таких стрелков То есть ладно бы кто-то другой остался Но конечно Симпл и Элик Чтобы отдавали клатч Два в одного Ну Бывает конечно такое Но как-то это не смотрелось Муси Моуси вроде Ну Муси Моуси Я думаю еще долго будут ходить Дискуссии На этот счет Меня просто тегнули в твиттере И написали Ну и в чате написали И в твиттере тегнули О том Что Есть обучающие видео И там Ну человек сказал Что Его никнейм Ну то есть он представился Моуси Пока снова Навязывают темп Игроки команды Na'Vi на улице Удается найти размен Что Тоже неплохо Для рожденных побеждать Четыре В четыре Опять концентрация под лобби Ну и сейчас уже мне кажется Na'Vi ничего-то знаете Особо не выдумывают Не пытаются себя переигрывать Или там противника например То есть Они играют строго на Ну на такие На прямолинейные На добротные На уверенные Раунды Стрелял Элик Мне кажется стекла уже были разбиты Да ощущение Ощущение что он выстрелил В четыре стекла И разбил только пятое Следующей карты Напомню будет Оверпасс Ну и к ней пока что Все идет Накидывается дым Под дропвент Начинает Mercury Простреливать Немного не туда Попадение Попадание По перфекту точнее Симплы урабатывают Со второй попытки на улице Кстати выпад против авика Был очень лишним Ощущение Словно Симпл Кейза явно недооценил Это очевидная ошибка После первой карты Потому что Кейз там доказал Недооценивать его Это нехорошо 26 секунд Бомба Да вообще только сейчас На лутсайд заходит 21-20 Зависит тут много Перфекта Если бомба пойдет на Б Но ощущение что он просто Фейкует Типа открывает там двери Значит электроник Выбрасывает бомбу Идет распечатывать А точку 10-9-8 Но Рейратом Должен такой забирать Элик переигрывает Меркьюри Ждет будку дальше Он ждал будку дальше Хэпа не хватило 4-3-2-1 Перфекта прикрытие Ставится бомба 1-2-1 Хэт ладно Ух Выдохнули Рейратом Боже Сори я может быть немного Испугал вас Но я испугался и сам Перфекта прикрыл тиммейта Просто с ума сойти Хо-хо-хоу Хо-хо-хоу Второй Второй для Рейратом Ладно они живы Но Надо отметить Что это Один из немногих Эпизодов Когда Нави Все таки решили Все таки решили Играть сложные Глубинные такие раунды Переигрывать там Самих себя Но Ладушки НТ Для Нави Что ты корешь Не пугай мужик Сори я сейчас делаю Немного пониже Чувствительность микрофона У меня просто Прорвались эмоции Вот так получше будет Если я начну крещать Ну ладно 7-2 Молодцы Молодцы Рейратом Но было бы знаете Картинно Я бы сказал Былинно Эпично Легендарно Мифически Если бы Нави сейчас вот такое вот Ха Если бы Нави сейчас вот такое вот Выкатили Теперь тихо Эх ладно Не найти баланс Придется Не орать Что ж ладно Надеюсь Надеюсь Больше таких моментов не будет А? Как вам? Ну кстати Дрифамаса Все равно экономика Очень слаба У коллектива Рейратом То есть Нави могут выигрывать сейчас Выходить там уже на 9-2 И Ну все мы все прекрасно понимаем Щелкает Симпл улицу Вполне спокойно Я бы не сказал Конечно пока что Если Нави будут играть Против противника Какого-то там посильнее Найс пока Кейс Все-таки Ниппла принял Вот тоже да У Элика получается Мутиться под улицу А Ниппл найти себя Вообще в этом Бу-103 Как-то не может Элик идет на Хевен Сейчас даст какой-нибудь Трейдец плюсовый Для команды Кейс Кейс Мажет И восьмерка падает Как Все-таки Электроник Жестоко заехал на Плэн Меркьюри на Фамосе Молотовым пытается прикрыть Его прикрываете Мэйдос под девятки Открывается Адвин Где килл от Симпла Вот он И снова смотрите тайминг На 12-й секунде До конца Остановился Остановился таймер Отсчета Раунда Ленин А это же ты Комментил момент Где Эдвард Тейс Далс Юспавка С1.6 Ой нет По-моему Тафа Не 1.6 вообще не комментил Это был Тафа И По-моему вообще Дон Степан Точно это был Тафа Там же были крики Вот Эдвард 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 Да Тут Степан по-моему был Я только с КСГ начал Ладушки Ладушки друзья Тафа и Слэм пишут Может быть Не По-моему Слэм Ну короче Вы Ясни Может быть Слэм и Тафа Может быть Но все равно не фар А пистолеты Пистолеты Голые у Райра Там Кстати минута времени Вообще ничего особо на карте Не произошло Даже улица там не занималась Сюда отправили бита Тот планомерно Ну подходит к мейну Как и всегда Или там делает имитацию Понятно что такая дистанция Чтобы поверить потом Что Райра там в атаке Начнут свои раунды набирать Того что Помилуйте Главное наверное Что им удалось задавить Инферно Единственное О чем я немного жалею Что Кейс Все таки Кла Чейс Этот не дал Могло бы получиться Очень Очень круто Но Ничего Все равно Инферно Они Забрали 5 в 0 Нави знали Что играют Против пистолетов Немного поползали Позволили противничку Ошибиться Ошибок не было Просто заехали в пятером Под одну позицию И Сделали все Как следует Ленин А у тебя какой левел фейс Это у меня Десятый А у вас Только честно Ну понятно что Десятка это такая градация Как знаете Как глобал Решают Элла И вот Элла у меня Немного Но на десятку хватило Перфекто Ныряет Ныряет ведь винты Не он выходит прям на плент Ничего себе Раз Два Сейчас девятка еще должна будет отъехать Молик туда отбрасывает У нас Ниппл Электроник вообще на улице Все это время То есть он Потенциальный сейв собьет На гараже его прочесть Здесь было почти невозможно Я думаю То есть Ну ты-то ждешь Фаста Отлично Отлично Электроник Падает от Моуси Но наверное Главная задача Новями выполнена Они Выиграли десятый Не я хотел сказать Их И просто Н лишнюю произнес Типа Ничего себе Их пронесли на пленте Понимаете Вот Десять Десять Не честно Я просто думал Что Перфекта Побежит куда-то В винты И это будет Знаете Такой типа Вязкий Медленный раунд Типа Мы раскидываем улицу На минуте И с Перфекта Который уже сидит На точке Б Сплетанем Это Дефолт Но тут Такого заезда Через дым Просто посмотрите на это Меркереж в шоке был И все Главное Под раскидки Пита Под молики Которые на будку Откидывались Еще молик дали На На плент То есть за позицию Под реактором Десять Два Симпл заскакивает На Скалу Что-то вычекивает Пошли райратом На поджим радио Но К текущему этапу Это уже должно читаться Это вообще стандартный момент Для нюка Уж при счете 2-10 Когда защита летит У них по сути Вариантов-то мало Остается Кроме как Знаете Поджимать лобби Поджимать радио Вот эти истории Все на нюке Может там Сикрет Поджимать Под Б На винтах Играет Меркери Видел Симпл Своего Врага На окошке Немного Упустил Возможность Для оформления Кила Но главное Что его не переиграли Меркери Видит макушки Видит Хорошо работает Минусанул он Бита Дальше Теряется Электроник На пленте Ну видимо Не ожидали Нави Или просто Не думали Что два игрока Райратом Находящийся на Б базе Смогут их переиграть Или может вообще Не думали Что Райратом Будут туда Перемещаться И теперь Шансы у Нави Не высоки Они должны Выигрывать 2 в 5 И в первую очередь Конечно занимать плент И ставить бомбу Чтобы таймер Давил на выбивающих Игроков Райратом К счастью У китайских У китайской команды Полно гранат Могут и молики Давай То есть обезопасить себя От потенциальных позиций И тут подразменно играют Не-не-не-не Эти раунды Или эти ситуации В которых оказались Игроки Нави Практически Не Выигрываются Так что здесь Райратом Оказались Впереди Какой самый известный Хайлайт ты комментил? Самый известный хайлайт Калдзара Квадра на Мираже Вот этот вот против лик Самый знаменитый Стафы вместе Мы кстати Комментили И сори Я иногда залипаю На чат Если вас это раздражает То простите Напишите об этом В чат Я почитаю 10-3 Два раунда И стычка на улице Бит немного Разменулся Смуси Теперь друг друга Они по-моему Слышали бит Но тут на уверенности Валерий Ваковский На супер уверенном Конечно выпал Просто из этого смока Преимущество Натус Винцера Заполучили Электроник уже На крыше майна И бит Уже в какой мы В третий В четвертый раз Видим Ой 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 Не ну такого Ладно Такого еще не было У нас походу Карты Просто квадрокил Собрал Урожай Кровавую жатву Да Про Нави в целом Сказать этого пока Наверное нельзя Но вот Про Бита в частности Можно Он возвращается Да Нарабатывает свою форму Из 21-го года Если продолжить Такое вешать То зайти можно Довольно Далеко Джем Ян Принимает Электроника 11-3 В целом Все еще в рамках Психологического Минимума Но Конкретно Против Рейратом Понятно Что этого уже Будет Достаточно Тем более На Нюке Ладно Если бы это было Инферно И Рейратом Потом переходили Неважно За какую сторону Или там Мираж И Рейратом Переходит за сторону Защиты Думаешь Ну может Какие-то шансы Есть На Нюке Не 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 работает Промутился У нас Электроник Гараж Ну здесь Есть позиция Названа его именем Его никнеймом Так что Все окей Моуси Это походу Понял И сейчас О здорово Моуси даже Своему счастью Не поверил Типа как так Элик стоит Тиммейт Его не прикрывают Куда смотрит Симпл Куда смотрит Бит Почему Он даже Знаете Подождал Секунду Типа это правда Происходит Ну да Видимо Четверочку Свою Рейратом Все же Наиграют Акцентирует Внимание на бомбе Стандартная точка Для ее Отброса Кейсы заставляют Промахнуться Прострел через стену Красивый Может быть Вторая попытка Добивания Берет кейс по 2000 Понял Что пикать его Сразу не собираются Пули закончились Релоуд Но этот уже байт Был скорее на тиммейта И Ниппл Он не заметил что ли Он не заметил Снова Это происходит Ведь было видно Часть силуэта Противничка Как итог Дорогие друзья Счет 11-4 Электроник Почему-то Недоволен И это Немного И это Немного Странно Спрашивают Провожу ли я Личные стримы Да Друзья Конечно Провожу Конечно На своем канале Так что Заходите Иногда Посмотреть Но Что вам точно Нужно сделать Это Перейти по Баннерам В описании Под паром Трансляции Есть баннер На Донателло 50% От Мерча В магазине Мейнкаста Идет на поддержку Сбройных сил Украины Ну и конечно же На сервисе Донателло Открыт сбор На пикап Для ЗСУ Так что Переходите И Конечно же Помогайте Украине Друзья Серьезно Это не то чтобы Там рекламная интеграция Это Факты РФ Огромная страна Держава Напала на Украину И конечно Украинцы Очень упорно Сопротивляются Очень героически Но без помощи Нашей Народной Все будет Немного Посложнее Так что Делайте Это И Оставайтесь Хорошими людьми Все Услышимся Через Две с половиной Минуты Продолжение следует... 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 За его неточность, потому что в голову надо попадать сразу, если на тебя так выпадают. И Симпл понимает, что его сейчас в длинном будут давить, просто разбивает стёкла, уходит, у него тиммейт сверху. Короче, Рейратам должны сейчас понять, что им нечего делать под Б, они это понимают. Через вен выныривают, да, тут Ниппл, минус 2. Из своих дуалберет падает и Джим Янг под его натиском, так что 5. 2, может быть 5 в 1, Ниппл. Ну да, 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 Трипл даёт, Андрей Кухарский. Где там его хейтеры, а? Ну что с лицами? Это НПЛ, и прямо сейчас он выигрывает раунд для своей команды, оформив шикарный, изящный и весьма своевременный Трипл. Сдалберет. Поджим радио вообще нормальным решением был, как мы видели. Тело он принёс, Рейратам, за что их точно в этом раунде стоит похвалить? Так это за то, что они всё-таки не пошли на бода конца. Они прочли ситуацию и просто вышли на. Там их, правда, тоже приняли. Но шансики, разумеется, в плюс были. Боже, электроник, он дал молик. Забрал первого СМПшки и потом двух своих противников ещё зажигательной гранатой тупо сжёг. Хорошо. И Симпл, по-моему, ну, знаете, через бита просто посмотрел на Элика и, наверное, похвалил его. Сказал, да, Денис, вот это было прям мощно. Всё ближе и ближе. Третья решающая карта. Это будет Оверпасс. Где Рейратам, к слову, выигрывали уже Ликвид. Не самую слабую карту вообще в рамках Овера, хочу вам сказать. И выигрывали их Рейратам со счётом 16-3. За счету они, правда, начинали. Не факт, что у них здесь будет такая возможность. Но, anyway. Пока ставится пауза. Хочу напомнить, что ещё в первой половине ты обещал что-то рассказать интересное после килла бита. Ой, я уже не помню контекст. Нужна какая-то ассоциация для того, чтобы я вспомнил, о чём я говорил, потому что я много вообще-то всего интересного знаю. Бай. Для Рейратам. Предпоследний. Проигрывают его. Дальше 2К. При счёте 4.15. Ещё можно будет закупиться, но в целом вы поняли. Ну, мне тут вспоминают, что да-да-да, конечно, что Рейратам проигрывали потом инцам 3.16 с таким же счётом, что Нави уезжали от Астралис. Но это оверпасс, это странная карта, странное место. И странный выход от Меркьюри под флешку, которая не работает. В общем, налицо. Знаете, вот эти очевидные, откровенные дыры на таких многоуровневых и сложных картах, как ДНЮК. Под флешки выходят Рейратам на рампу. Её игроки Нави отдают. Вообще особенно не парясь. Разбиваются стёкла. Ну и тусуются Рейратам под Б-базой. Понимают Нави, что её можно выбивать. И это, кстати, самый лёгкий для ретейка плент среди всех плентов в соревновательном кейсе. Сложно в это поверить, да? Но вообще логика в этом есть. Джим Янга, правда, пропускают через рампу. Он отыгрывал роль Люрка. Важно, что Ниппл удержал преимущество за своей командой. Ещё важно, что Джим Янг не перетапал. Перфектно, кейс один. Ну и снова старичку приходится отдуваться за всех. Но бомба, правда, стоит, наверное, не совсем под него. Стёкла, бомба обезврежена. Хеды, конечно, строгие, и мог бы кейс за этот клатч уцепиться. Однако счёт 14. Ну и всё идёт, как я и говорил, к своему завершению. Будет, будет у нас третья карта. Как я её жду. Как я её жду, вы бы знали. А вы ждёте? Ах, только я это спросил и включили смайл мод. Чтобы вы не спойлерили. Вдруг Райратам камбэк дадут. Как мы это потом переживём? А вы об этом напишите в чат. Ай-яй-яй. Неприятненько будет. Симпл пока ждёт выхода из дверей. Двери там разбиты. Райратам массово наскакивают на улицу. Пытаются, мне кажется, играть так же, как Нави в первой половине. То есть подходить в упор к Мэйну и потом эту точку давить. Ну а что-то они даже увидеть никого не успели. Электроник уже нанёс урона. Посмотрите, у Меркьюри минус 52. У Джимьянга вообще минус 92. Симпл с Авиком сидит и ждёт Сиклет. Ну, в общем, пока откровенных дыр, слабых мест в этом раунде у команды Нави на карте нет. Мажет, правда, Симпл. Но тут сложно было среагировать. То есть маленький пиксель, на него выходили широким стрейком. Играя, ну, против ВВП целенаправленно, пытаются как-то Санька закошмарить, он решает, то нет. Риски этим мне не нужны. Плюс статистику получить, конечно, неплохо. Халтовая имел в виду. Но можно просто запереться смоком и сыграть безопасно. 36 секунд. Райратам. Решили потусоваться в дверях. Волик дали уже постфактум найденного там игрока. Ну, понятно, перфекто позицию сменил. Прев. Вот муши. Ниппл электроник. Не, принимает этот слишком откровенный, слишком читаемый заезд. Mercury 1. Недопроверил бита, правда. Бит ливнул. Mercury должен носить Галил. Ну, вот и 4.15, вот и сопротивления на карте Денюк нет. Но, я думаю, даже если... Даже если, как звучит Райратам, проиграют команде Na'Vi, этот Best of 3, они все равно могут быть довольны своим результатом на Day Inferno. Настолько они закошмарили европейцев, что вчера ENS, например, решили эту карту убирать и оставлять оверпасс. Хотя в последнее время именно оверен сами чаще отправляется в First Ban. Тренер. Очень сложно понять, какие эмоции он испытывает, потому что у игроков Райратам выражения лиц постоянно плюс-минус те же. То есть, единственное проявление я увидел, когда Моуси, по-моему, не дожал. И он, ну так, отъехал на стуле. Или Mercury, кто там в песках на Inferno был. Когда, помните, он оставил красным игрока Na'Vi. И они успели за 2 секунды до конца поставить бомбу. То есть, он так был разочарован. Ну и Кейс, когда не попал ноу-зумом по пропрыгивающему игроку, и это стоило ему клатч Эйса. Тоже так проявил немного эмоций. Ну, понятно, то есть, у Кейса был суперстрессовый момент. И это даже говорит о нем много хорошего, что он вот так осторожно позволил чувствам прорваться наружу. Пока была пауза. Ну, понятно, здесь нужно использовать их потенциал по максимуму, симпл. Ой, второй зум, правда, включил? Включил ведь второй зум, чтобы по Mercury попасть. Выходит у нас Адвинт. Ниппл немного палится. Ну, кстати, играет в плюс эту карту. Но Адвинт, правда, по этой инфе. Свой противничка забрал. Выезд на пустую рампу трейратом. И возможности зайти на Б, поставить бомбу. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Бит! Продемонстрировал нам прямо сейчас свою способность не только вешать тапы, но и дожимать. Перфектно отбомбардировать Боуси. Падает кейс. 16-4. Ну, это победка. Победка суперлегкая. Улыбочки есть. Перв доволен. Так, просит и у Ниппа дать себе пятюню. Ну, а рейратом уже, по всей видимости, начинают изучать свои наработки на карту третью. The Overpass. Ну, а не, значит, Дуалбереты, которые были реализованы Нипплом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова